Тоже так нормально усилился, сейчас сильный ливень идет. Можно, можно, я и так грязный, грязный и мокрый. Единственная проблема 50 баксов с одной стороны, перекрасились. Вот наконец-то я вышел по другую сторону. С добрым утром из Веналеса. Сегодня утром я арендовал себе велосипед. Опыт вождения на велосипеде у меня приблизительно такой же, как и езды на коне, но вы видели, у меня неплохо получилось. В общем, сегодня я хочу покататься по окрестностям Веналеса, посетить всякие интересные природные места. Ой, я ж не умею держать одной рукой. Первым делом я наведаюсь в место, которое является визитной карточкой этого региона. Мурал Прехисторикл называется. Вот оно, то самое место с наскальными фресками. Сложно сделать фотографию, достаточно сильный дождь сейчас льет. Хотя мне погода полностью нравится, главное, что не холодно. И, честно говоря, я соскучился по такому климату. Вход сюда стоил 120 кубанских песо. Я так понимаю, что помимо наскального рисунка, здесь еще есть гостиница с рестораном. но я уже позавтракал у себя в хостеле. Поэтому особо задерживаться здесь не вижу смысла. Стрял тут. Повезло, что рядом домик оказался. Надеюсь, сейчас помогут мне. Слетела сейчас у меня цепочка. Я уже едва ли не сел на измену, думал, как выкручиваться. Потому что понятия не имею, как тут ее вытаскивать. Все, на счастье, рядом был домик. Вышел в местный Амиго и устранил мою проблему. Надеюсь, что дальше будет нормально. Видимо, из-за грязи. Грязь застряла, попала в цепочку и она слетела. Дождь так нормально усилился. Сейчас сильный ливень идет. Единственное, что меня напрягает, что я не могу достать телефон и посмотреть карту. Немножко забрел я в тупик. Я даже думал уже назад возвращаться. Но я рискну продолжить дальше. Потому что мне кажется, я должен выехать скоро в какой-то местности. Гораздо тяжелее мне будет уже вернуться. Потому что здесь дорога была очень удобная. Все потоплено. Вот нашел какой-то навес. Хоть карту смогу посмотреть. Кстати, отсюда открывается красивый вид. Но, к сожалению, есть туман. Я промок, мне кажется, насквозь. Мне кажется, даже плащ не защитил меня. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА туристов веналес веналес а кому веналес вышел я здесь на местную плантацию ребята вот мне говорят уже буквально на пальцах мне объяснили что за тем домом я выйду на дорогу которая ведет к цивилизации так что не все так плохо такое ощущение из-за сильного тумана что вот-вот уже стемнеет а на самом деле сейчас только 10 с половиной часов утра наконец-то цивилизация я прибыл в пещеру там мигуэль здесь есть бар я заказал себе местный напиток тем я зайду вовнутрь хоть и весь мокрый но сумка моя вроде как сохранилась сухой но мне было на спине под плащом ладно зайдем в пещеру передохнул немножко здесь прям протекает потолок если у меня была возможность переодеться я бы здесь бы принял душ 120 кубанских пестов ход я так иду уже где-то минут пять довольно таки длинный коридор здесь пещерный вот наконец-то я вышел по другую в пещеру я зашел через бар и вышел к другому бару бар босс привет шо ты барбосничаешь хороший какой чё дружить со мной ходишь можно можно я и так грязный грязный мокрый мен о пумын гуман гуман а барбосиха хорошая интересно кто здесь художник который разрисовывал эти домики везде какая-то садистская тематика ладно пойдем назад пещеру будем возвращаться к велосипеду ну что с этой пещерой покончено здесь 3 километра где-то находится еще одна раз я уже здесь то поеду и туда давайте посмотрим в общем здесь есть еще одна пещера и меня не пускают говорят якобы из-за дождя это невозможно поэтому здесь и столько ресторан и пожалуй я буду возвращаться веналис мне предстоит туда где-то ехать около 8 9 километров вернулся в центральную часть веналиса довольно таки изрядно я промок чувствуется что у меня рыбки плавают в ботинках прежде чем я наведаюсь еще в пару интересных мест я пообедаю заказал себе такой уругвайский стек с пивандрием средне аппетитно сытно под конец мы с этим мороженое десерт принесли и мороженое мне понравилось намного больше чем весная порция прежде чем я поеду еще в одно место я наверно заеду в твой хостел надо мне подсушиться потому что я здесь мокрый короче сушимся тут деньги промокли телефон промок взял фен перестал работать взял другой фен попыхтел тоже перестал работать единственная проблема 50 баксов с одной стороны перекрасились теперь я уже сомневаюсь что кому-нибудь их впихну кошелек мокрый штаны мокрые ботинки сейчас сушил ну что двигаем дальше переоделся подсушился телефон вроде заработал дождь не заканчивается но сейчас он хотя бы мелко моросит хотелось бы что так и оставалось стоило мне накаркать что начало немножко моросить как сразу же попал под обстрел очередной раз за сегодняшний день в общем сейчас я подобрался к одному интересному месту тут есть смотровая площадка и отсюда должен быть очень крутой обзор зарадствующий дождь распугал всех туристов ни единой живой души здесь место в принципе неплохое особенно если засесть на этом балкончике при хорошей погоде но я думаю что здесь это не единственный обзор поеду ка я еще дальше в принципе красиво здесь но не могу сказать что я прямо улетел в небесах от увиденного при всем уважении скажу откровенно бывали места которые меня вдохновляли гораздо больше но в принципе неплохо скажите вы что думаете как вам она через камеру передается ладно не стану здесь задерживаться насладился обзором дождь не прекращается самого утра уже практически 5 часов вечера ну что поехали вниз главное не разгоняться здесь с добрым утром сейчас я нахожусь на балконе своей кассы здесь я провел две ночи и сейчас буду отбывать в тринедад так получилось что свой полноценный день веналисе я провел под проливным дождем как вы это видели напоследок покажу вам в каких условиях я находился в кассе это такой двухэтажный дом семьи у них здесь на втором этаже есть несколько комнат и собственно здесь я заночевал 20 евро стоит одна ночь если вы не видели чем и видосы про рим то жмите сюда там в принципе есть что посмотреть и до встречи увидимся в тринедаде пока